Ежедневно мы проходим на улицах мимо бездомных. Они лишаются жилья по разным причинам. Кого-то выгнали супруги, кого-то дети, а кто-то сам ушел из семьи. Где-то замешаны черные риэлторы, где-то алкоголь и наркотики, где-то серьезные болезни и психические расстройства. События, из-за которых такие люди оказываются на улице без средств существованию, предотвратить практически невозможно. Единственное, что мы можем сделать, это помочь им обрести новый дом и новую жизнь. Чуть это у вас дырка прямо в мир. А как вы ее закрываете, если что? У нас есть специальные такие валики, которыми мы зимой, когда холодно, уже прям затыкаем. Давайте тогда мы пойдем вниз и начнем, собственно, так, как получается у клиентов, которые к нам приходят. Расскажи пока про это здание, что это такое? Здание в 2005 году правительство города ночлежки выделило, я тогда не работал, я был волонтером. Это было такое, на самом деле, здание под снос, то есть тут не было ни крыши, ни окон. То есть вы своими силами его сейчас еще продолжаете восстанавливать? Да, здесь был такой пустырь загаженный, то есть тут не было ни асфальта, никаких вот этих заборчиков, ничего этого не было. Через эти ворота к вам приходят люди, которым нужна помощь, сюда может любой человек прийти? Абсолютно любой, любой человек сюда приходит, видит вот это, вот он видит, что можно попасть в душевую, ну и там же туалет. Вот здесь написано, воспользоваться душем можно один раз в неделю. Да. А кто это контролирует? Это контролирует дежурный, там нет сейчас людей, да, заглянем. Ну вот, здесь собственно такая душевая для людей с инвалидностью специально, там одна душевая обычная и туалет. То есть сюда любой человек может прийти и помыться? Для этого ничего не нужно, ни документы, ничего, просто он приходит и говорит, здрасте, я хочу помыться. А вы такие, ты три дня назад мылся, не пущу вы. Тут на самом деле все зависит от загрузки, то есть если народу немного, как сейчас, например, то даже если человек мылся три дня назад или вчера, его конечно пустят. Здесь туалет. Здесь туалет и еще один душ. Туалетом можно пользоваться чаще, чем раз в неделю. Да, конечно, вот этот туалет, там обычный душ уже не для инвалидов. Это место, где люди могут подождать своей очереди к юристу и к соцработнику. Это зал ожидания, вот это электронная очередь, там на входе в консультационную службу можно взять талончик и люди, соответственно, ждут своей очереди к соцработнику. Ну вот видно, что сегодня у соцработника было уже 36 человек. Вот, пока люди ждут, они могут попить чаю. Вот средства для дезинфекции рук, одноразовые стаканчики. Курить и спиртные напитки запрещено. Да, за этим у нас следит дежурный, это в принципе... Строго следят? Строго, конечно. А у вас тут чай. А как вы определяете, там чай или не чай? У дежурного есть алкотестер, если у него есть сомнения, то он просит человека подышать, если... Ну, это пир коня как-то. Не, вы смотрите, шутки шутками, а если что, то вы же знаете. Это у нас одежда. Это одежда, это обувь, это предметы гигиены. Это та одежда, которую люди сдают, в том числе в такие вот ящики, да? Сюда стоит какая-то очередь. Сюда иногда стоит очередь, конечно. Ну, то есть вот этот пункт выдачи, он работает с 12 до 2, а соцработники и юристы принимают с 10 часов. А сколько таких пунктов вообще в Петербурге? У нас один. Насколько я знаю, один такой. Вот этот пункт, где все бездомные могут получать одежду. Дальше, собственно, люди заходят, но это, если интересно, у нас прачечная для жильцов приюта. Здесь можно постирать и высушить свои вещи. Это нам иногда оставляют родственники. И, кстати, пару раз были истории, что находили. Ну, не часто. Это Лиза Алерт, да? Ну, это и Лиза Алерт, и просто люди звонят там. А вот у меня там дедушка с Альцгеймером потерялся, помогите. А иногда они его, то есть где-то бездомность увидят, они потом... Иногда бывает, да. Потому что мы эти же объявления вешаем в ночном автобусе туда, там, каждую ночь. То есть еще человек 100 приходит. Сергей, как раз тот человек с алкотестером, который следит... Так, а можно меня проверить? Да. Что надо делать? Губы не надо прикладывать, просто отдыхайте. Что, я трезвый? Да, вот. О, поэтому меня пустили. А то б не пустили. Когда речь заходит о бездомных, мы сразу представляем себе страшных спившихся маргиналов, не заслуживающих ни помощи, ни сочувствия. Но, как показывает опыт ночлежки, большая часть тех, кто оказывается на улице, вовсе не пьяницы и наркоманы, а обычные люди, попавшие в очень сложные ситуации. Половина из них — это те, кто приехал в большой город на заработки, но не смог обустроиться. Еще 35% — это те, кто потерял дом из-за проблем в семье. Третья по величине группа — почти 19%. Это жертвы мошенничества и вымогательства. И только около 7% от числа всех бездомных доходят до такой жизни из-за алкогольной и наркотической зависимости. А что сказать? Раз-два-три. 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 Вот, все, спасибо. Все работает? Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите вашу историю. Я тогда родилась и выросла в Кыргызе. Ну, у нас бывала семья большая. Ну, дружно, родители очень хорошие были. Ну, начали... Это Кыргызе нас уже, русских уже сталкивать. Ну, потом все... Это в каком году? А? Это уже началось с 87-го года уже, тихонько уже началось. Угу. И все хуже, и хуже, и хуже. И в 90-м году... И все. У меня там три брата погибло. И кто мы куда, кто куда бежал. А я сама с мужем сюда. Здесь у него сестра живет. Ну, все. А то начали работать, все. И я заболела. У меня сахарный диабет. У меня начался процесс ноги. Мне ногу ампутировали. Я лежала в больнице. Потом я полтора года степая была. Ползала. Сама все. И потом... Мне не делали операцию через полтора года. Сделали сначала один глаз. У меня был катаракт. Ну, а потом на второй. И слава богу, я сейчас вижу. Я очень благодарна. А с мужем что? А? А то он умер у меня. Муж умер. А как вы нашли вообще ночлежку какую-то? Кто-то рассказал это? В больнице там. То есть вы сразу после больницы переехали сюда? Да, да, да. Меня сюда, чтобы мне сделали документы. И все, все, все. И вот я в больнице лежала. И мне папаратэ сделали. И я на нем хожу. Угу. Это в больницу вам сделали? Да. Угу. И нашла меня племянница. Покойного бабарата. Они уехали в Тюмени живут. Она в том году ко мне сюда проезжала. Сюда уже? Да. На ночлежку. Но они это не видели. Потому что у меня ноги это нету. Вот. Ну, посылали там фотографии. Все, все. Вот. Они не верили. А когда поехали. И увидели, что на самом деле, что я коллега. Ну, не знаю. Они меня возьмут. Я не прошусь. Я больной человек. И тем более диабетик. А со мной сегодня не хожу. А завтра Бог его знает. У обывателя, да, по всей этой проблеме есть такое мнение. Сами виноваты. Да. Сами виноваты. То есть не то, что человек сам этого хочет. Но он своими какими-то действиями, он сам привел вот эту вот ситуацию до того, что вот он оказался на улице. Насколько это так? В большинстве случаев это не так. В большинстве случаев к этому привела там плохая экономическая ситуация в стране. И то, что у нас регионы очень по-разному экономически развиты. За одну и ту же работу ты там можешь получать в Питере 50 тысяч, а в регионах там 10. Что приводит к тому, что многие люди вынуждены переезжать. У нас там вот, когда я говорю про эти там 15-20 процентов людей, которые из-за мошенничества с недвижимостью на улице оказались, меня какие-нибудь финские коллеги вообще не понимают. Они, ну как бы типа, а полиция. Ну то есть они не понимают, о чем речь. Все, что касается вот этой аферы с недвижимостью, по-моему, это косяк государства, которое... Ну, на мой-то взгляд, косяк государства и вот это вот неравномерное экономическое развитие регионов, косяк государства, и то, что у нас с детскими домами творится, косяк государства. У детских домов это вообще отдельная жизнь, конечно. У нас зачастую, например, сюда к нам в ночлежку приходят люди, которые освободились из мест лишения свободы и говорят, ну да, мне там в колонии должны были восстановить паспорт, не восстановили, а сказали, иди в ночлежку, когда освободишься. Это, с моей точки зрения, тоже, безусловно, косяк государства. Вот. При этом, да, есть ситуации, когда человек, ну, как бы сам виноват, но... Ну, это, скорее, единичное. Ну, это, да, это нечастая история, и потом, ну, мне кажется, что мы, собственно, как общество для того и объединились, чтобы приходить друг к другу на помощь, когда эта помощь нужна, а не чтобы говорить, ну, ты там, типа, сам виноват, разбирайся. Я очень понимаю людей, которые говорят, что бездомные сами виноваты, потому что, если вдруг допустить, что они не сами виноваты, то это значит допустить, что мы живем в таком, как бы, незащищенном мире, где, там, я могу оказаться на улице, дети мои могут оказаться на улице, там, друзья мои могут оказаться на улице, это все неприятно. Здесь у нас телефон, можно, там, люди с родственниками созваниваются, с работодателями созваниваются. Привет! Здравствуйте, Валентина Марьяновна. А сюда человек по каким вопросам приходит? Помогите восстановить документы, я там, приехал в Петербург, мне по голове дали, отняли паспорт, помогите, там, с родственниками связаться, помогите устроиться на работу, меня без регистрации не берут. И как вы помогаете? У нас, во-первых, есть база, которую волонтеры собирают, ищут в интернете, ну, плюс, сидя на приеме, сам соцработник, ну, я тоже, там, раз в месяц сижу, я просто смотрю по сайтам вакансий, ну, и в зависимости от того, какая квалификация у человека. Помогаем в садик? Ну, вот, да, вот, а вас без регистрации, да, не берут в садик? Да. Ну, в общем, регистрацию мы сделать не можем, но мы выдаем вот такие вот справки. Многим людям это помогает, потому что действительно, по нашим чудесным законам, человек не может, не имея регистрацию, устроить ребенка в детский сад. Можем еще заглянуть как бы за кулисы, это вот то пространство, где работают наши соцработники, юристы и психологи. То есть вот параллельно два соцработника ведут прием, это юрист наш, один из четырех ведет прием, ну, и там еще кабинетик психолога. Психологи у нас работают для жильцов приюта, то есть таких уличных, ну, как бы, психологических консультаций для людей с улицы приходящих у нас нет. Надежда Илларионовна живет в приюте уже второй год. Пока решаются вопросы с ее документами, она трудится в мастерской по пошиву эко-мешков, которые многие люди сейчас используют вместо одноразовых целлофановых пакетов. Мастерская находится прямо в помещении приюта, это совместный проект ночлежки эко-блогера Алексея Чистопашина. За каждый сшитый мешок Надежда Илларионовна получает зарплату. Когда Наталья Руслановна подошла и ко мне села и говорит, Надежда Илларионовна, вы умеете шить? Или это вы будете шить мешочки? А я говорю, ну, давайте. И я согласилась. А что сидеть? А сама руки же ведутся, а сама сидя. Это вторая ткань, вот, и шьем мешочки. Ну, для гуссов, для помидор. А бы попала в литиреновые мешочки, уже негодные. Ну, для меня, как энергия, я тоже инвалид, но считай, ну, я сижу. Мне сама двигаться надо. Ко мне Атася ходит, она на гитаре поет. И я вот ей чуть-чуть подплясываю. Так, ну, мы сама шутим. Вот. Ну, чтобы двигаться. Вот так. Ну, сама себе готовлю, я говорила, сама себя обслуживаю. Ну, где слишком тяжело, я по бабаре шутил. А за девочкам спуститься вниз, а то мне ключ. Это принеси в душ. Купаюсь, и я тихонько стускаюсь на второй этаж. Ну, там, стульчик специально. И я купаюсь сама. Все сама-сама. Надежда Иларионовна – это хрестоматийный пример невидимого человека. По факту она живет в России, начиная с 96-го года, то есть уже 23 года. Но для государства она остается все это время невидимой. Мы обращались в суды всех инстанций, но нам не удалось доказать, что Надежда Иларионовна проживает в России с 96-го года. Поэтому она не может претендовать на прием граждан России в упрощенном порядке. И сейчас перспективы достаточно туманны. Ситуация для нас, даже с нашим большим опытом, довольно непростая. По сути, для таких людей, как Надежда Иларионовна, готового сценария просто не существует. Сейчас мы работаем над ее легализацией. Надеемся, что в течение ближайших лет она сможет получить пенсию, оформить инвалидность, устроиться в интернат, где она получит должный уход. А сама племянница в Тюмени живет. Ну, семья и покойная баба-барата жена. Они сюда, эту маленькую девочку, на параллельную в больницу. То в Москву они ездили, а потом говорят, тетя Надя, нас направляют в Питер. Как обрадовались. Я не верила. Я не верила. И потом звонит, тетя Надя, мы приехали. Ну, мы где-то часа три гуляли. Ну, все-то там это гуляли. И потом они такси осамовызвали. Ну, уже это ехать. Валя села, Ася, это Лена. А маленькая Вероничка и не сядет. А вот так сказать, бабушка, надо поехать с нами. Я говорю, я приеду. А на 8 марта она в садик ходит и показала концерт для бабушек. Бабушка, Надя, это для тебя, говорит, и пришу, и пою, говорит. Он все девчонки даже смотрел. Понимаете, чувства есть. Но я не прошусь. Я калека. Тут у них своя семья, свои проблемы. Мы сейчас такая жизнь скажут. Это поедемте, ну, с нами поживете. Вот. Я поеду. Нет. Я бы, дай бог, все сделаю. Я бы там на льду. Мы можем, собственно, заглянуть. Давай, на эту комнату. Можно к вам заглянем? Здравствуйте. Да. Это такой, как хостел. Да, да. Мы как раз, собственно, на европейские хостелы ориентировались. Занавесчики для какого-то приватности и уюта. Шкафчики у каждого, свой шкафчик. Люди сами убирают. Есть график дежурств. Ну, как хостел такой. Здесь сколько человек? Здесь 8 человек. А какие условия здесь проживания? Что я должен делать? Не пить. Не пить. Выполнять договоренности со своим соцработником. Так. Все. То есть, как только меня ловят пьяным, сразу на улицу. К сожалению, да. Мы пробовали по-разному. Но мы пришли к тому, что помогать человеку в возвращении к самостоятельной жизни, если человек пьет, это бессмысленно. То есть, человек должен сначала решить, что да, у него есть зависимость, он готов с ней работать, он хочет с ней справиться. Тогда у нас есть отдельный приют для бездомных с зависимостью. И вот там женская комната. Здравствуйте. Мы на секундочку к вам просто заглянуть. На 12 женщин комната. У нас единственная женская. То есть, у нас 12 женских мест и 40 мужских. Сколько мест сейчас свободно в приюте? Нисколько. То есть, так, это очередь? У нас почти всегда все места заняты и есть еще очередь, да. Приют в ночлежке рассчитан на 52 места. Цифры кажутся незначительными, но по факту это самый большой приют для бездомных в Петербурге. Обычно люди живут здесь от нескольких недель до года в зависимости от обстоятельств. А обстоятельства бывают самые разные. Например, многие бездомные восстанавливаются здесь от тяжелых болезней и серьезных зависимостей. Нередко бывает такое, что они узнают о ночлежке именно от врачей во время лечения в больницах и наркологических клиниках. И после выписки они приходят сразу в приют, потому что больше им попросту идти некуда. Расскажите свою историю. Меня зовут Мария, мне 35 лет, я сама с Владимирской области. В 2013 году я узнала, что у меня ВИЧ-положительный статус. И вот, в принципе, с этого и началось. У нас лечения в области не было особо. Мне саркома капоши, это один из видов рака, лечили аскорбинкой и фрусселином в местной больнице. И в итоге я, значит, решила уехать в Москву, потому что я знала, что у меня там положатся в инфекционную больницу. Приехала просто в 2016 году в Москву, от метро вызвала скорую, то есть уехала на полтора года в больницу. Полтора года меня там продержали, потому что там подозрение на туберкулез было, но это саркома пошла в бронхо гулять. И в итоге, в общем, полтора года пробыла я. В это время, то есть, когда мне поставили диагноз саркома капоши, у меня было такое состояние месяца два, что... Ну, то есть, мне врач сама говорила, готовь себе место на кладбище, а в открытую. И то есть, я два месяца себя буквально каждый понедельник в гроб клала. Вот. И знакомый, значит, мне в это время говорит, у меня от родственников нету, типа, я за тобой ухаживать буду, когда-то будешь умирать, я тебя хоронить буду. Да, меня уже хоронили несколько раз, вот. Только перепиши на меня квартиру. А у вас квартира была? У меня квартира, да, в Владимирской области была. Вот. Ну, я переписала, значит, на нее. В итоге, пока я полтора года жила в больнице, ей надоело ее дождать, пока я умру. И она продавая за моей спиной, то есть, я просто по факту получаю, узнаю, что квартиры у меня больше нету. И, значит, надо было что-то делать, то есть, я вот вышла из больницы, там, на полгода, устроилась в Москве на работу с проживанием. И потом, в прошлом году, летом, я опять загремяла в больницу, у меня уже тут туберкулез костей начался, в общем, на фоне ВИЧа он выявился, вот. Сожрал два позвонка, ключицу, в итоге, вот я год пробыла в больнице, мне сделали две операции, значит, там, позвоночник, когда оперирует, там, сбоку режет, так, легкий. Сдувает, вынимает, подбирается к позвоночнику, там, чистит, ставит конструкцию, легкая обратно, в общем, 8 часов шла операция. Вот, и, значит, у меня летом на горизонте маячит выписка, идти-то мне некуда. И ограничения по физической работе, то есть, из-за позвоночника тоже я не могу сейчас устроиться. Я, значит, узнала то, что в Питере есть такая организация, как Ночлежка, и приехала сюда просто, то есть, собрала от рисунки своего приданного за всю жизнь, и приехала сюда. Я, да, и вот заселилась, и с конца июня я здесь вот уже 3 месяца живу. Работу, значит, я устроилась сразу на работу, то есть, вахтер, ну, завхозом в организацию, которая помогает секс-работницам. Чего? У нас есть в городе такая организация, которая, да, юридически, психологически, помогает. А, все, я думал, вы за вопрос. Нет, нет, помогает. Те люди, которые работают в сфере проституции, грубо говоря, они могут к нам обратиться с психологией, ну, за помощью психолога, юриста, взять у нас презервативы, прийти в направлении к врачам. То есть, это единственная, в принципе, у нас вот организация в городе, которая вот работает в таком профиле. То есть, как вот у нас по хосписам в России Нюта, то у нас наш директор Ирина Маслова по проституткам. Я в этой организации вообще полы мою, то есть, я как завхоз, но и общаюсь, конечно. Сколько зарплата? Зарплата у меня 9 тысяч в месяц. Я сейчас живу на эти деньги. 9 тысяч в месяц у вас зарплата? Да, сейчас вот я сделала пенсию, но еще пока у меня ее нет, но она будет. А сколько будет пенсия? Ну, тысяч 8 она где-то будет. Вот, и сейчас еще вот Ночлежка мне оплатила курсы секретарей делопроизводителей. Я вот их сейчас закончу и буду в организации тоже еще и секретарем работать. Ночлежка начала заниматься образованием своих подопечных еще в 2018 году. Она оплачет им профессиональные курсы, организовывает стажировки, обучает их финансовой и правовой грамотности, английскому языку и работе с компьютерами. Все это очень помогает в поисках работы и самостоятельной жизни. Это такая комната отдыха для жильцов. Ну, тут на выходных и вечером тут людно. То есть люди, кто в соцсетях сидит, кто на компьютере играет, кто телевизор смотрит. И здесь же у нас волонтеры проводят там и курсы английского два раза в неделю, и курсы компьютерной грамотности. Много ходят на курсы английского? Человек шесть ходит. Да? Да. Планы? Плановые планы дофига на самом деле. Громадье. Сейчас вот у меня проект с экскурсиями образовался. То есть это я, значит... Вы водите экскурсии? Да, я вожу экскурсии по Петеру. То есть у меня тема стигмы, ВИЧ, туберкулез, бездомность, проституция. У меня то есть тема проституции в дореволюционном Петербурге и в современном мире, что происходит. На сегодняшний день в городе. Сколько экскурсия стоит? Экскурсия у нас бесплатные, но если вы хотите материально помочь экскурсоводу... Бля, вот как у вас, надо вам на курс, после курса секретарей, к курсу еще бизнеса пойти. Экскурсии платные должны быть? Ну да, но кто бы... Так, друзья, я надеюсь, все, кто придет от меня, они будут щедры. Не позорьте меня, пожалуйста. Слушайте, прямо здорово, что у вас такая активная позиция. Особенно Facebook, экскурсии. А Facebook прямо... А можете показать, как вы ведете это? Да, то есть я через телефон, я еще печатаю статьи в новой газете. Да вы что? Да, вот у меня статья про наслежку только вышла недавно, вот, то есть вот моя страница. Так, а сколько у вас тут это... Сюда приходят за последней надеждой. Ну, ну, друзей не очень много, 268 подписчиков, 177. Ну, сейчас это увеличится. Пример Марии хорошо иллюстрирует, что для большинства людей бездомность — это не осознанный выбор, а тяжелые обстоятельства. Эти люди хотят вернуться к нормальной жизни, строят планы, стараются как-то выкарабкаться. При этом они попадают в очень противоречивую ситуацию, когда, с одной стороны, общество требует от них привести себя в порядок и устроиться на работу, но, с другой стороны, максимально отгораживается от них и отказывается иметь с ними вообще какое-либо дело. Без внешней помощи выбраться из этого замкнутого круга практически невозможно. Поскольку ты столкнулась с жизнью бездомного и, наверное, немножко понимаешь, что в Петербурге с этим происходит, как сейчас с бездомными ситуация, как вообще, то, что ты видишь в ситуации, как люди оказываются на улице, как этим людям можно помочь? Людям можно помочь, в первую очередь, не отворачиваясь от них или не давая им денег. Они, например, на вокзале сидят, потому что эти деньги, ну, хорошо, даже если они их не пропьют, они купят еды, они все равно остаются на этом вокзале. То есть надо создавать такие приюты социальные, как нашлежка, где человек может спокойно прийти, кинуть кости, он знает, что у него койко-место на несколько месяцев, где можно помыться, постираться, потому что все орут, то есть надо работать бомжам, идите работайте, чтобы работать, надо хотя бы тупо постираться и помыться, привести себя в нормальный вид. Здесь сегодня можно переночевать, вот просто, если ты нигде не пристроен? Ну, если одну-две ночи, можно, в принципе, на вокзале. Если ты надолго, то коллекторы, теплотрассы, подъезды. Ты зачем в подъездах, теплотрассах это? Я нет, потому что моя бездомность началась, когда я лежала в больнице, а потом я вышла, когда из больницы на какое-то время, я нашла работу с проживанием, потому что мне лично не хочется жить на улице, я просто не хочу. И поэтому у меня опыта жизни на улице пока не было, я всегда говорю пока, потому что я не знаю, что будет завтра, что будет через месяц. А сколько ты можешь в ночлежке сейчас жить? В ночлежке я сейчас могу жить, пока у меня не стабилизируются ситуации, когда мне будет хватать денег на жилье и на быт. Самостоятельно жить, ты хочешь снять комнату, да? Да, снять комнату, обеспечивать себя. Собаку хочу завести. Безумно хочу сукстарьера, вот сплю и вижу. Для многих образ бездомного, это именно валяющийся под забором грязный вонючий алкоголик. Таких действительно практически никому не жалко. И мысль, что они это заслужили, если не высказывается вслух, то как минимум витает где-то в воздухе. На деле в большинстве случаев алкоголизм это именно следствие бездомности, а не ее причина. Хотя, конечно, есть и обратные случаи, но как бы то ни было, факт алкоголизма никак не должен влиять на отношения к человеку. Меня зовут Евгений Ларионов, в 42 года родился и вырос в Санкт-Петербурге. Большая часть жизни у меня была совершенно обычная жизнь. Наверное, даже в социальном плане получше, чем у многих. То есть у меня была и хорошая работа, и заграничные поездки, отдых. Некая даже, может быть, роскошь, но при этом, к сожалению, была проблема алкогольной зависимости. Я работал в немецкой медицинской компании специалистом по внешнеэкономической деятельности. И, в общем, там, соответственно, была и хорошая работа, и хорошая зарплата. Иностранная компания, у них было, ну, представительство Украина, Россия, Беларусь, да. И, в общем, когда вот эти вот с Украины начались доморочки, то вот эти вот сетевые начали рушиться, представительство. И, в общем, там стало работать в какой-то момент сложно. Ну и, соответственно, да, я, в общем, хоть и более-менее дорогие и качественные, но алкогольные напитки я употреблял, да. Поэтому расстались они со мной без особого, к сожалению, да. И вот с тех пор я, как бы, остался без работы. Когда я уволился, у меня, как бы, был какой-то запас, денежный средств на то, чтобы пожить, да. В общем, потом уже не было возможности ни путешествовать, не было возможности и даже жилье какое-то оплачивать себе. Потом был момент, и покушать не было возможности. Ну, в «Магнит» я, помню, заходил, да, и я смотрел, что там самый дешевый хлеб стоит 19 рублей 90 копеек. Я знал, что копейки они округляют, значит, 19 рублей. И я думаю, я куплю себе буканку хлеба, и вот на два дня мне еды хватит. Ну, съедал я все это гораздо быстрее, но, в общем, ну, да, какие путешествия, если мне даже покушать было. Ну, не всегда было что. До ночлежки год я прожил в больнице, да, в основном городская наркологическая больница Санкт-Петербурга, да, и на каких-то реабилитациях. Работы у меня на тот момент уже не было года четыре. Евгений попал в «Дом на полдороги». Это отдельный проект ночлежки, который помогает людям с алкогольной зависимостью. Реабилитация здесь строится по тем же принципам, по которым работает знаменитая ассоциация анонимных алкоголиков. То есть люди с зависимостью живут вместе в отдельной квартире, вместе проходят терапию, делятся своим опытом, помогают и поддерживают друг друга. Какое-то время я занимался только программой реабилитации. Потом уже, когда прошло время, да, уже пошел социальный, восстановление социального спектра, да, ну, в том числе работа. И потом в какой-то момент, вот у них возник этот проект сетью отелей «Хилтон», да, совместный, и мне предложили в нем поучаствовать. И я согласился. Прошел, значит, полностью обучение, потом мы сдали квалификационный экзамен, потом, значит, была практика в отеле «Хилтон», и по результатам этой практики они потом позвонили и предложили мне работу. Вот именно руководство, именно отдел персонала, они относились ко мне очень добродушно, очень благожелательно, и я, честно говоря, даже удивился. Потому что первый раз, когда мы ехали, было страшно. Я думал, нас куда-нибудь там с черного хода заведут, покажут и, в общем, собственно, как бы попрощаются. Нет, нас приняли, предложили чай, кофе, очень добродушно с нами поговорили, и, в общем, вот эта вот доброжелательность у нас сохранялась до последнего моего дня работы в «Хилтоне». И это важный момент, потому что вот этот вот некий стереотип, да, который складывается при слове «бездомный», он мешает. Вроде как хочешь пойти работать, да, приходишь на собеседование, сталкиваешься со стеной, ну, недоверия, недопонимания, и, в общем, ну, говорят, ну да, ты молодец, все правильно, но иди где-нибудь, реализовывай это в другом месте, не у нас. Евгений живет самостоятельно и работает в аэропорту Пулково поваром в ресторане фастфуда. Он рассказывает, что для него это временная работа. Сейчас он набирается опыта, но в будущем хотел бы работать с более высокой и здоровой кухней. Евгений не пьет уже больше двух лет и семи месяцев, а вместо этого в свободное время занимается волонтерством в организации, помогающей людям с онкологическими заболеваниями. Пренебрежительное отношение к бездомным и к алкоголикам – это вот некое клише, которое есть в обществе. И что, как бы, греха таить, у меня тоже это было. Я раньше совершенно искренне считал, что это, во-первых, брезгливость, во-вторых, гордыня и высокомерие, что это те люди, которые, в общем-то, особо не нужны и сами в этом виноваты. И, ну, осуждал я их, да. Когда я сам попал в сложную жизненную ситуацию, когда мне, когда вынужден был обратиться за помощью и год прожить вот с этими людьми, которых я осуждал, я с удивлением понял, что, ну, в общем, далеко не все такие. И что бывают люди, ну, правда попадают в ситуации, с которыми они не в состоянии справиться. Если не оказать им помощь, да, ну, это, ну, можно обречь их на смерть. На самом деле мы очень хотим, чтобы, ну, чтобы появлялось больше и больше сильных организаций, потому что, ну, если говорить о помощи детям, то там все-таки уже много организаций, они довольно сильные. Ну, то есть, там, какой-нибудь «подари жизнь» там в десятки раз больше, чем «ночлежка», и это нормально, и это понятно. А вот в сфере помощи взрослым, да еще вот таким бездомным взрослым, организаций, ну, объективно мало, если говорить о масштабах страны, и это организации в основном очень небольшие, там, на двух-трех энтузиастах все держится. Это же проблема, да, и как и со стариками, и с мигрантами. То есть мы не надеемся, как бы, стать огромной организацией, которая все собой покрывает. Мы считаем, что это должен быть, как бы, такой симбиоз и государственных, и общественных организаций, которые вместе, как бы, над этим, над этой проблемой работают. Большинство людей, они, как ты, инстинктивные, хотят помогать детям, но не живут, да. Когда меня заселили в «ночлежку», меня заселили вот в эту комнату. Вот это вот была моя кровать, вот. Ну, правда, вот раньше рамок этих не было, занавесочки – это, ну, чтобы личное пространство было у тех, кто живет. Холодильники у нас, места для одежды, вот. И, ну, в комнате, в общем, есть все необходимое для комфортного проживания. И она, в общем, как бы, сделана по принципу, по удобству хостелов. И я, кстати, когда съехал с «ночлежки», я какое-то время, я проживал в хостелах, да, и в разных. И я могу сказать, что такого уровня комфорта и не во всех хостелах есть, да, за которые я оплатил деньги. Мне кажется, что такая позиция – сделать вид, что этого либо нету, либо это, ну, как бы, есть какие-то вещи важнее, да. А на самом деле, что может быть важнее вот именно тех людей, которые в этом государстве живут? Хотя это, безусловно, нужно, безусловно, важно, да, дать людям шанс. Вот как такой же шанс, который получил я, да, вот, дать и другим людям. Потому что это граждане, можно так назвать, и в том числе трудоспособное население, которым просто нужно дать шанс. Помимо основного приюта, у «ночлежки» есть еще несколько дополнительных проектов. Один из них – ночной автобус, который пять раз в неделю кормит бездомных и малоимущих горячим ужином и раздает им одежду и средства гигиены. В процессе волонтеры рассказывают людям, что «ночлежка» может помочь им с восстановлением документов, поиском работы и возвращением к родственникам. «Народа немного, но все равно без добавок идем, потому что я боюсь, что на Оське просто не квасит». Да, вот это вот, по половинке. Да, пошли. Сейчас, подождите. Подходите, есть. Йоу, красава. Организацию я знаю, ну, уже года три, наверное. Инвалида я встретил, вот так вот человека, у него ступней нету. Раз туда-сюда, говорю, что ты мернешь, подо сюда вот я его, вот, именно в «ночлежку» вот на «боровую». Ему где-то лет около 50, но он не мог сам делать пенсию, хотя коренной питерец не мог сделать. Ему и пенсию сделали, все, и туда вот. То есть «ночлежка» на самом деле мне помогает людям. Вот мне лично помогла. Два года назад у меня была такая ситуация, хоть у меня квартира есть, но у меня моя сестра выгнала из дома. Все, я приехал, я так забыл, как ее зовут, Марьяна, ну, вы не знаете, такая прекрасная женщина. Ну, у меня денег не было, ни копейки. Я квитанцию принес и квитанцию им дал, они оплатили мне квитанцию, я паспорт получил. То есть, сфотографировали за бесплатно, то есть, она помогла мне сделать паспорт. Два года назад. Дать тебе еще таблетку с собой? Одну? Да. Вдруг не пройдет. Люди приходят к автобусу, могут получить горячую еду, могут получить какую-нибудь простенькую таблетку от боли, взять бинт. Может быть, какую-то мазь, если нужно для перевязки. В понедельник и пятницу ездят медики. В остальные дни, когда медиков нет, можно обратиться ко мне. Если что-то несложное, то я помогу. Это кто хлеб бросает? Медикаменты в машине от неравнодушных граждан Петербурга и благотворительной больницы. Мама, пару года у меня умерла, и я вот как без рук оказался. А вообще, точка, где вот кормят, вы узнали откуда? Ну, кто-то сказал, знакомый или... Ну, да, в первый раз откуда узнали. Знакомый сказал. Да. Ну, он тоже, ну, бомжик, скажем так. Если вот, ну, ночлежка перестанет существовать, то куда вы пойдете? Еще какие-то варианты есть? Дом буду. Дом? С котом жить. Нравится вам кухня здесь? Вкусно кормят? Обалденно. Какое у вас любимое блюдо здесь? Гргуссу. Классно. Ребят, все попили, все поели. Мы поехали. Мы приехали на Васильевский остров. Это последняя стоянка ночного автобуса. Она находится ближе всех остальных стоянок к жилым массивам. А вообще стоянки ночного автобуса предлагаются кураторами гуманитарных проектов ночлежки и согласовываются с администрациями города. В основном это стоянки расположены на удалении от людных мест, чтобы никого не беспокоить и чтобы людям при приеме пищи не беспокоиться. Я попал в места лишения свободы. И в 2006 году из Мурманска я, увидев брошюру, написал ВРБ ночлежка. Приехал, меня посидели. Сделали все, что мне нужно. Выправили паспорт. Мне очень помогает социальный работник Павел. И, конечно, Валентина Марьяновна. Для меня это ангел, который принял меня. И у меня очень большая благодарность, что ВРБ ночлежка практикуется такое, как культурное прачечное, где я могу постираться, где я могу помыться, вести нормальный человеческий область жизни. Спасибо. Еще один проект ночлежки – культурное прачечное, где бездомные могут бесплатно постирать и высушить свою одежду. Еще раз в неделю сюда приходят мастера из барбершопа «Хардкоин» и бесплатно стригут всех желающих. То есть это место, где бездомные могут привести себя в нормальный вид, в том числе для того, чтобы затем отправиться на собеседование к работодателю или на встречу с родственниками. Летом 2016 года мы собирались открыть душ. И для того, чтобы проконсультироваться, какие в этом душе мы могли бы также использовать машинки, мы обратились к владельцу прачки.ком Давиду Папаскири за советом. Он сказал, что душами он не занимается, но может помочь в открытии именно прачечной специализированной. И так в ноябре 2016 года мы запустили первую в стране бесплатную прачечную для бездомных. До открытия культурной прачечной люди вынуждены были стирать одежду в обводном канале, в небе, в местах совершенно непредназначенных для этого, в туалетах торговых центров, в каких-то кафе. А теперь здесь можно выстирать свою одежду и высушить ее в сушильной машине. Здесь 8 пар стиральных сушильных машин в течение 2-2,5 часов можно постирать и высушить полный комплект одежды. Во время стирки на себя можно надеть чистый халат и таким образом стирать даже нежнее белье. Культурная прачечная по-прежнему остается таким уникальным проектом в России, потому что это первая специализированная прачечная для бездомных. Как и все услуги ночлежки, стирка здесь предоставляется бесплатно. Именно Парачка.ком берет на себя техническое обслуживание машин, предоставление стиральных порошков и средств дезинфекции. Все это, по большому счету, существует только благодаря энтузиазму неравнодушных людей. Они оказывают бездомным профессиональную системную поддержку и тем самым эффективно решают проблемы, на которые государство предпочитает закрывать глаза. Но, к сожалению, количество бездомных в российских городах намного больше, чем может охватить ночлежка. И именно поэтому ей очень нужна ваша помощь. Мы часто сталкиваемся с бездомными, когда идем просто по улице, они там просят деньги, они там еще что-то. И некоторые люди подают, насколько эта помощь эффективна. Ну, кстати, подаяние обычно просят небездомные, потому что бездомным особо не принято у нас помогать и подавать. Но вообще я бы не советовал давать людям деньги. Это не лучшая помощь. Лучше поговорить с человеком, если вы как-то там не стесняетесь. И, может быть, купить ему еды. Может быть, если вы живете неподалеку, можно зимой выдать, не знаю, какую-нибудь завалящую шапку, которая где-нибудь завалялась, пару носков теплых. Это будет реальная помощь. Деньги лучше не давать, потому что, ну, действительно, у некоторых бездомных есть зависимость. Люди просто выпьют на эти деньги. Это будет не лучшей помощи. Скорее всего, они просто пропьют деньги и им еще хуже больше. Ну, не скорее всего, но вероятность такая есть, да. Как помочь? Рассказывать про то, какие есть пути, про нашу организацию, про наш проект. А бездомные знают об этом, то есть, мне кажется, когда человек оказывает на улице, там же какая-то молва, да, внутри вот этой тусовки, то есть, они, наверное, мне кажется, все и так знают. Нет, ну, так... Или, то есть, ты думаешь, вот, если я сейчас вижу бездомного, я ему говорю, чувак, вот здесь можно помыться, вот там тебе помогут, вот там тебя оденут, и он скажет, о, спасибо. Он действительно этого может не знать, живя на улице? Во-первых, все время появляются новые бездомные. Человек приезжает из другого города и становится бездомным. Это постоянно, это процесс, то есть, это не какое-то ограниченное количество людей, которые вот есть и все. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то умирает, ну, то есть, это обновляющийся, как бы, такой состав. Вот, не все, конечно, знают, и на самом деле люди, приезжая на вокзал, например, и оставаясь на вокзале на Московском у нас в Петербурге, к ним обычно подходят люди из так называемых рабочих домов. Что, не знаешь про это? Нет. Это, допустим, люди снимают квартиру, и туда берут к себе людей на неофициальную, бесплатную, нелегальную работу, скажем, на стройке. То есть, они тебе дают койку, они тебе дают еду, там, плохую, хорошую. То есть, работа за еду. И ты работаешь, там, не знаю, по 12 часов каждый день, без выходных, или, там, с одним выходным. То есть, это рабство. Да, и при этом тебе, может, там, не знаю, 200 рублей иногда дают, там, на сигареты. То это натуральное рабство. Это натуральное рабство, и где-то ты прям... Это в Петербурге сейчас такое есть. Это и в Москве, это тоже, поверь, есть. Типа, хорошо, если там тебя не бьют, например, а просто ты, ну, просто работаешь за копейки, а бывает, там бьют, отбирают документы. И, поскольку таких мест рабочих домов очень много, человек, оказываясь на вокзале, как бы, попадает в эту сеть. Узнавая про нас, многие тоже начинают думать, а что, это не рабочий ли этот дом, может быть, это то же самое. Боятся. Да, и то есть, даже если какая-то информация есть, она может быть довольно, ну, такая искаженная. Ну, я понимаю, да. Из уст в уста передается, там, по-разному очень. В принципе, если хочется как-то, ну, действительно, в активном решении этой проблемы поучаствовать, то можно или стать волонтером какой-то организации, которая помогает бездомным, или пожертвовать деньги этой организации, действительно, лучше, вот, там, 100 рублей, это не обязательно должны быть большие деньги, но оформить ежемесячное списание с карточки. У нас принято как-то, там, не вполне доверять организациям, вот, я лучше деньги в руки отдам, но на самом деле, действительно, реальная помощь может быть оказана только, все-таки, теми людьми, которые занимаются этим профессионально. Продолжение следует... Продолжение следует...